Зелёный фундамент, мокрые стены, непередаваемая вонь. Сушить бельё в доме местные жильцы не пытаются. Сырость такая, что впору сажать грибы. На днях открыли шкаф в прихожей. Обувь в плесени, сумки в плесени. Стены постоянно сырые. Всему виной подвал. Зимой и летом в нём не просто вода, а затхлая жижа из канализации. Запах в квартирах и на лестничных площадках соответствующий. Двери в подъездах уже не один год в режиме круглосуточного проветривания. Стены сейчас подсыхают, но двери, у меня есть фотографии, по ним прямо течёт вода. Именно течёт. Не просто влажность, а именно течёт. Они сырые, мокрые. Также двери в квартирах, первый этаж, здесь всё сырое. Астматики задыхаются, аллергики изнывают от насморка. Причина, казалось бы, ясна – неисправная канализация. Прочистить, отремонтировать, заменить – дело нескольких дней. Но, как оказалось, не в этой ситуации. По плану на доме должен был делаться капитальный ремонт кровли. Но из-за того, что состояние инженерных сетей было критическое, мы, жильцы, провели собрание, протокол, и фонд капитального ремонта нам поменял. Ремонт кровли на ремонт инженерных сетей. Ну, вот к чему это привело. На момент выезда съёмочной группы ремонт здесь уже неделю как закончился. Вот только акт приёмки работ не подписала ни управляющая компания, ни жильцы. Во-первых, нам не показали проект дома. В проекте должно было быть указано, что кроме замены канализации, замена общедомового имущества. К общедомовому имуществу идёт полностью система канализации в доме до люка. То есть и выход из дома. Он не заменён. То же самое по электрике. Потом, после того, как была заменена холодная вода и канализация, начали менять электрику. Тоже общедомовое имущество. То есть до счётчика в квартире. Плюс ввод. Потом к нам начали обращаться жильцы, у которых в квартирах вообще отсутствует электричество. Требованиями призвать подрядчика к ответу фонд капремонта, жилищную инспекцию и прокуратуру местные жители буквально засыпали. Ответа нет. Люди на низком старте в ожидании холодов. Так продолжаться не может. Один из вариантов. То есть мы своими силами раскопаем ввод, заменим трубу, всё это сделаем фотоотчётом со сметой, сколько будет всё на это затрачено. И потом будем в суде доказывать. Но это один из вариантов. Пока репортаж готовился к эфиру, дело сдвинулось с мёртвой точки. По словам руководства фонда капитального ремонта, подрядчик прочистил забитую часть канализации без её последующей замены. Вода из подвала начала уходить. Уйдут ли следом и другие проблемы жильцов – вопрос открытый.